Здарова, ребята! Всем привет! С вами Серега, я на пасеке. Значит, довольно такой интересный комментарий. Хотел бы я его немножко разжевать и объяснить. Опять же, начало этого комментария, чтобы иметь 100 ульев, должна быть цена. Должна быть цена. И если не будет цены, не будет никто брать пакет. Значит, сразу начну с того, что очень много людей, которые занимаются пчелами, особенно на Украине. И, видать, цена их устраивает. Пчеловождение – это не то занятие, где ты будешь получать миллионы. Опять же, я уже говорил на эту тему. Миллионы, миллионы денег. Пчеловождение – это пчеловождение. Ты опираешься на тот факт, что ты можешь потерять и пчел, что у тебя пчелы могут погибнуть от потравы, от клеща, от погодных условий. Просесть пчелиные семьи могут. Принести меньше меда, принести больше меда. Дождливая погода, засуха – вы опираетесь на это. Вы не фанатик. Вы занимаетесь пчеловождением. И это как дополнительная копейка, которая у вас будет. Она может быть меньше, она может быть больше. Думайте о миллионах. Если вы думаете о миллионах, тогда не занимайтесь пчелами. Понятное дело, что будут затраты. Я говорил в своих предыдущих роликах, что такое путь пчеловождения. Это ты купил 10 или 15 ульев. Ты до этого откладывал копейку, чтобы вложиться, вникал пару лет в пчеловождение. Понял, что ты можешь себя в этом деле найти. Ты купил, вложился, вложил, пошел на риск. Купил рамки, просчитал, сколько тебе нужно финансов на рамки, на принадлежности для пчеловодства, на бэушную медогоночку, там какую-то гривень за 800 ручную, на овощину и на определенное количество ульев. Скажем, их будет 10. Ты вложился, ты получил мед, потерял там чуть-чуть, возможно, где-то из-за своих ошибок начинающего пчеловода. Что-то где-то потерял, что-то где-то ошибся, но все же мед какой-то получил, отбил. Потом тоже в это время откладывал, опять же, если задумал опять расширяться. И так год за годом, то есть 10 ульев, вложился, ничего не получил, отбил только. Опять взял еще 10 ульев, уже 20 ульев, опять вложился, опять получил какой-то мед, но уже знание, уже опыт немножко лучше стал, уже какие-то ошибки ты усвоил, получил чуть больше меда, отбил и уже получаешь чуть больше, чуть сверху того, что ты вложил. То есть там, ну если ты там вложил там, я не знаю, тысяч, там 20 гривен там вложил, то получил там 25 тысяч гривен, да, там, как бы отбил, ничего не потерял, ну и что-то и получил, как бы. И так, в зависимости от количества ульев, вложил, это, 30, захотел, потом видишь, ага, как бы, могу себе позволить уже не 10 ульев, как я там, ну, перед этим, как ты закупал, да, допустим, а уже можешь ты позволить себе там 20 ульев. Ну, как бы, уже должен понимать, что нужно, как бы, больше затрат, то есть просчитываешь, что нужно и деньги и на краску, и на прилетки, и на литки, и на крыши, если они нужны для ульев. Потом, так же, так же, ребят, на рамки, на овощину, то есть это все ты просчитываешь. И таким образом ты выходишь, выходишь, почему я говорил, что должно быть терпение, ты должен быть терпелив, и ты, как бы, тебе приносит удовольствие занятие пчеловодством, ухаживание за пчелками, ты отдыхаешь на пасеке, и, как бы, если ты человек, который, там, ленив, который хочет все сразу и быстро, лучше тогда не начинать пчеловождением. Если ты не, у тебя нет умиротворения, нет терпения, не надо заниматься пчеловождением, это не ваше дело, это не то дело, где сразу хочется все и сразу и все, прямо сейчас. Не хочу ждать, хочу сразу все сейчас. Это не ваше занятие, тогда не надо заниматься. Также по поводу, было сравнение по поводу работы, то есть зачем тратить кучу времени на пчел, если можно работать там в АТБ или еще. Расскажу вам, ребята, что такое АТБ, лично моя точка зрения. Это вообще, я не знаю, чья это сеть магазинов, но это неблагодарное место. Во-первых, то, что я вижу постоянно, когда я захожу туда, как прилюдно идет унижение работников этого магазина. Прилюдно, потому что там люди ходят, они скупляются, смотрят товар. Прилюдное унижение. Потом вот это прилюдное, можно я пойду в туалет, спрашивание у охранника. То есть я стою рядом, и она сидит, и человек спрашивает, рядом стоит охранник, вот это они ходят возле каста, и человек, вот этот кассир, который сидит, она говорит, можно я пойду, я чаю хочу, можно я пойду в туалет. Нет, скажи, твое время еще не закончилось, сиди, ты не можешь пойти в туалет. Это нормально, скажите? Это нормально платить человеку сейчас в это время 9 тысяч гривен зарплаты? Это что, зарплата сейчас на это время 9 тысяч гривен? То есть мы как бы все под предлогом, мы все понимаем, что в стране война, но когда цены в магазинах такие завышенные, то как бы никто не понимает, что такие цены. А когда такая зарплата маленькая, то значит война. А когда такие цены большие, то не война, значит, или что, я не пойму. Когда налоги уже пошли там на генераторы, налоги пошли, налоги на коммунальные услуги, тоже не война. То есть либо что, я не пойму. То есть вот как-то так, понимаете, ребят? И что значит работа? Как бы мы все же, да, это дерзко звучит, ну, как бы одно дело, когда тебя заставляют идти на работу, одно дело, когда ты, ну, как бы не заставляют, это я неправильно выразился, одно дело, когда ты идешь на работу и идешь, потому что нужно, потому что нужно прокормить семью, потому что нет другого выбора, возможно, семейные проблемы, ну, разные жизненные ситуации, осуждать всех людей неправильно, это нельзя делать. Ну, так вот вышло. Мы все такие. И я тоже так, я сварщик, я тоже работаю на предприятии. Ну, как бы ставлю цели для себя по жизни и хочу все-таки ценить себя как человека, уважать и в дальнейшем пробовать что-то, ну, как бы уходить. Ну, в общем, расти над собой хочу, понимаете? И как бы, ну, это не говорит, что, ну, как бы, да, это так должно быть, это правильно, но не у всех есть возможность такая, не у всех, у всех разная жизненная ситуация, и исходя из этого нельзя тоже судить людях, поэтому люди работают, они вынуждены терпеть это все, и, как бы, но то, что происходит, это не есть правильным, это неуважение к человеку. Во-первых, это человек, он приходит заработать деньги, и никакого права нет у стороны, которая нанимает этого человека прилюдно, там, либо еще как-то, там, оскорблять, давить на этого, ну, на работника, на этого человека. Понимаете, ребята? Поэтому как-то так. Значит, и, что хотел сказать, что одно дело, когда ты идешь на работу, идешь потому что нужно, потому что нужно покормить семью, идешь не хотя, а другое дело, когда ты занимаешься работой, которая тебе по душе, которая тебе нравится, и ты занимаешься ей, она тебе приносит удовольствие, то есть ты замотивирован. А сейчас много такого, что человек просто пользуется тем, что у человека нет выбора, понимаете? Пользуется этим, что у человека нет выбора, они знают эти предприниматели все, они знают, что человек по-любому пойдет на работу, потому что он вынужден пойти на работу, потому что у него другого нет выбора, потому что нужно прокормить семью. И они качают свои права, они позволяют себе хамить, позволяют себе давить, позволяют себе ставить нищенскую зарплату, и человек просто кислый приходит на работу, у него нет никакой мотивации, он знает, что ему нужно отбыть день и в конце получить ту копейку, чтобы за нее купить те некачественные продукты, которые продаются в этом же АТБ, потому что на другие более качественные продукты не хватит финансовых средств. Поэтому как-то так, поэтому не надо сравнивать ту работу, одну работу и другую работу, это не есть как бы правильно. Значит, по поводу ульев, у тебя там пишут двухкорпусные улья и лежаки, и типа ты там рассказываешь всем людям, и как ты вообще пчеловодишь, как ты вообще успеваешь. Значит, рассказывал я в старых роликах, кто на канале давно. Во-первых, у меня лежаки на 28 рамок, во-вторых, у меня корпусные улья, они трехкорпусные, у меня есть дополнительные корпуса, значит, я всегда могу манипулировать на свои пасеки, я всегда могу, во-первых, заменить медовые рамки, во-вторых, поставить дополнительные корпуса. Таким образом я могу, то есть я логически понимаю, что я могу выиграть во времени, то есть если где-то какая-то пчелина семья, допустим, пчела уже сидит на литках, она уже выкучивается, ей уже некуда носить мед. Я всегда могу сделать маневр и всегда могу поставить дополнительный корпус, а дополнительный корпус это еще одна неделя работы в пик, в главный медосбор. И я за эти 5 дней могу выкачать определенное количество. Я всегда могу забрать медовые рамки с этих ульев, допустим, поставить сушь, поставить вощину, выиграть время, пчела будет работать, пока миссия буду качать. Я всегда могу откачать те улья, увидеть, посмотреть на поведение пчел, увидеть, где пчелы уже висят и откачивать именно первые эти улья. То есть я вижу, где пчелы работают, а где они уже в пик медосбора уже занесли мед. Я всегда могу откачать первые эти улья. И это и есть умение пчеловождения. То есть умение понимания и умение делать правильный подход на свои пасеки. Таким образом ты успеваешь и откачиваешь пчелиные семьи. То же касается и раения, ребят, тоже. Так само. То есть раение это внимание. Если ты уделяешь внимание своей пасеке, никакого раения у тебя не будет. Тоже есть старый ролик, я уже рассказывал. Ну, буду еще рассказывать. И поэтому как-то так. Значит, что касается кочевой пасеки. Кочевой пасеки. Если у вас нет возможности, если вы начинающий пчеловод и у вас нет возможности держания пасеки стационара, то как бы, ну, ваше пчеловождение, вы понимаете, что ваше пчеловождение, оно будет начинаться с кочевой пасеки. То есть нужен прицеп, нужна машина. То прежде чем делать такой резкий, дерзкий шаг, идти на такой риск, потому что прицеп он около 100 тысяч, машина, ну, машина, понятное дело, есть, да, там, улики нужны специальные, там, корпусные, то сначала нужно поставить небольшое количество ульев возле своего дома, если такова есть возможность. То есть на соседях это никак не отразится, даже на ваших ошибках. То есть чтобы вы хотя бы вникли, поняли и научились понимать пчелу и только тогда уже идти на риск кочевания и уже как бы, ну, покупать этот прицеп и кочевать. То есть вы должны сначала проникнуться в пчеловождение и только тогда уже идти и уже, ну, как бы, быть готовым к покупке прицепа, к покупке ульев корпусных и уже начинать свое кочевание. У меня же пасека стационарная, у меня нету необходимости. Я рассказывал, у меня, ребят, на пасеке, ну, вокруг меня много полей, поев и мне, моему другу и этого более чем достаточно, чтобы заниматься стационарно. Как-то так, значит, нету даже необходимости и во втором точке, то есть, чтобы вы для себя понимали.